Микс Ньюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как вы уже догадались, программа «Советы богачек». У нас в студии психолог, психотерапевт Ирина Богачек. Здравствуйте. Здравствуйте. Которая специально приезжает из Санкт-Петербурга и заходит к нам в студию для того, чтобы встретиться с вами, дать какие-то интересные советы. Сегодня мы продолжаем очень такую, я бы сказал, важную тему, о чём нельзя говорить с мужчинами. И действительно ли мужчины такие вот существа, с которыми нужно очень и очень осторожно и деликатно женщинам себя вести? Да, действительно, это так. И я начну со знаменитой цитаты Мерлин Монро, которая говорила о том, что я готова жить в мире, которым управляют мужчины, ровно до тех пор, пока я в нём могу оставаться женщиной. Поэтому, конечно же, на самом деле отношения – это исключительно дело рук женщины. Почему? Потому что мужчины, и здесь я прямо сейчас мужчину расчленю на составляющие. Но это сделала, в общем, не я, это сделал великий Карл Густав Юнг, а я всего лишь, опять же, процитирую его. Итак, великий Карл Густав Юнг, а вообще до него ещё и Аристотель, он сказал о том, что мужчина, вот если взять мужчину, вот стопроцентного такого мужчину, то на 33% это божественный сын, которому нужна забота, опека, ощущение успешности, чтобы его хвалили. И, по-моему, я уже говорила, что его нужно и хвалить, и ругать. То есть на одно порицание четыре похвалы. Дальше, на 33% мужчина – воин, и его нужно создавать ощущение успешности, что ты справишься, ты всё преодолеешь, ты посмотри, какой ты изумительный, исключительный в том, что ты делаешь и так далее. И тогда мужчина готов звёзды с неба сорвать и принести к ногам любимой. Но, к сожалению, немногие женщины способны вот таким вот образом ресурсировать своих мужчин, потому что они очень часто пусты энергетически, внутренне сами. И на 33% мужчина – первооткрыватель, поэтому ему нужна всё время новая женщина. Это не значит, что он будет идти искать других женщин. Одна и та же, которая с ним может быть на протяжении 25 лет, каждый день должна его кормить определённой порцией информации, так же, как кормить, условно говоря, котлетами с гречкой или сексуальной любовью, точно так же информацией. Мужчина без информации задыхается, как без всего остального. И поэтому… Или, значит, каждый вечер выходить к нему в новом образе. То такая, значит, фривольная, то царица-богиня, то какая-нибудь там, не знаю, ещё какая-нибудь распутная женщина. Почему нет? Кстати, это очень здорово описано в мемуарах Марлен Зитриха, как она, в общем-то, с мужчиной русского происхождения, Юлум Бруннером, который, по-моему, «Семеро смелых» или вот такой вестерн очень известный. А, «Великолепная семёрка», вот он там главный герой. И вот у них был бурный роман, и она говорила, этому русскому мужчине всё время нужно было что-то новое. И то я как женщина-морячок, то я как женщина из кабаре, то я холодная такая ледяная принцесса, в образе этого мы её знаем, да, лучше всего. Она говорит, мне каждый раз приходилось его удивлять и что-то новое создавать. Ну, помимо этого, конечно же, кормить информацией. То есть у них прекрасная переписка, тоже частично опубликованная и так далее. Итак, переходим к тем самым божественным сынам. И первая тема, вообще их будет три, да, о которых нельзя говорить с мужчинами. Первая тема – это мужчины, большие дети. Я уже немножко говорила, да, в предыдущих передачах об этом, а сегодня я очень подробно это раскрою. Потому что об этом говорил великий Карл Густав, и он к мужчине – божественные сыны. Вы не представляете, кстати, как мужчинам нравится слышать о том, что они божественные сыны. Если божественный сын истерит, ну, например, там, алкоголизирует, или без конца встречается с друзьями, или бесконечно, вроде ничего плохого не делает, но изо дня в день – рыбалка, 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 или спортзал. Вот ищи, почему, где не накормлен твой божественный сын. И так вот, если мужчины большие, дети, безусловно, они будут играться. И первое и основное – у любого мужчины есть игрушки. Это всевозможные гаджеты, это могут быть машины. То есть вот какова степень финансовой возможности, вот такие вот игрушки будут у мужчины. И очень я люблю фразу, что умные женщины не смеются над игрушками своих мужчин, а учатся ими управлять. То есть управлять мотоциклами, машинами, самолетами, яхтами и играть с ними в шахматы, если они играют, допустим, в виртуальные шахматы. Безусловно, ни в коем случае нельзя критиковать его друзей и хвалить его друзей. Ни один мужчина, вот здесь милые барышни заблуждаются, они говорят, зачем ему друзья, ведь я его самый лучший друг, а если есть дружба – конец интимности. Поэтому оставайтесь любимой. Дружить пусть он будет со своими, ну, со своей ватагой парней, с которыми он, да, может поиграть в футбол, может просто прийти в бар и попить пиво. И им всегда есть о чем поговорить, потому что это вот бригада, команда вот единомышленников. Они могут играть в бизнес, строить какие-то сумасшедшие проекты, обсуждать политику. И самое ужасное, что могут сделать барышни – запрещать своему мужчине ходить и общаться с друзьями. Ему это жизненно необходимо. И поэтому здесь два момента. А. Нельзя критиковать друзей, потому что, да, сразу возникает ощущение, да, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но точно так же нельзя и хвалить друзей. Потому что сразу мы перескакиваем на вторую тему, которую я сейчас раскрою поподробнее, да, чуть позже. Это сравнение. Сравнение для мужчины – это смерть. Вот чуть дальше я об этом расскажу. Безусловно, у мужчины, как я уже тоже рассказывала неоднократно, есть внутренняя женщина. И проекция этой внутренней женщины – его мама. Категорически нельзя критиковать его маму. И даже если мужчина говорит о том, что моя мама была тиран, я ее ненавижу, даже такие случаи бывают, ни в коем случае не поддерживаем его в этом мнении, а говорим лишь то, что ну так случилось. Мне очень жаль, но все же это твоя мама. И поэтому вот если ты помнишь о том, что мужчина вот тот самый божественный сын, ты сразу моментально понимаешь, почему для него такой страшной является фраза «нам нужно поговорить». Все, моментально мужчина слетает в прогресс, возникают и выносятся на поверхность какие-то детские страхи. Ой-ой, что я натворил? Что мне сейчас за это будет? А если еще, допустим, в течение рабочего дня барышня позвонила и сказала, я, ты знаешь, вот подумала, нам точно нужно поговорить. И все, к вечеру либо он напьется, либо придет домой, либо лучший вариант, я тоже все время цитирую это, придет с цветами, бутылочкой шампанского, ну и в общем, может быть, может быть, отпадет необходимость, вот что называется, поговорить по душам. Потому что мужчинам слово не нужно. А возникает ощущение, что я что-то натворил. Если сейчас будут со мной разбираться… А почему женщины используют вот эту формулировку, которая непонятна абсолютно для мужчин, она не может сразу в лоб сказать, ты знаешь, вот я подумала, что нам нужно там наши отношения сделать более серьезные, ну или, предположим, нам нужно вместо того, чтобы нам нужно поговорить, вот я в претензии к тебе за то-то, то-то, то-то. Обязательно так вот нужно подержать вот в неведении. Да, это действительно так может быть. И поэтому здесь лучше вообще не заявлять о том, что ты собираешься с ним поговорить. И если даже у тебя есть такие намерения, вот здесь тоже два момента нужно помнить, что ни в коем случае это нельзя делать, когда мужчина очень сильно увлечен другой деятельностью. Ну, например, смотрит футбол, а ты к нему приходишь и говоришь, слушай, нам вот тут нужно срочно выяснить что-то. Но сто процентов будет конфликт. А еще хуже, некоторые женщины говорят, ах, ты меня не слышишь, подходят и пульт нажимают, выключают ту самую передачу. Но будь готова, что сейчас вообще непонятно, что случится, но лучший вариант, если он оденется и уйдет в пивной бар досматривать этот футбол. Ты в итоге так и не получишь, да, никакого результата. Или иногда еще барышни любят поговорить во время интимной близости. Считаешь, что это вот вообще вот сейчас такая степень доверительности и так далее. Но тоже ни одно, ни второе не закончится нормально. Поэтому либо одно, либо другое. Вот. И не надо говорить заранее, что ты собираешься, да, что-то обсудить. Или вот вы приходите, допустим, на какую-то нейтральную территорию, на ужин или еще куда-то, вот просто погулять в парк. И вот тогда ты можешь начать разговаривать на волнующую тебя тему и сказать, слушай, а вот очень хочется обсудить. Вот это слово «обсудить», оно снимает напряжение. Потому что это всего лишь обсуждение. Это не претензии. Это не заявка, что ты вот что-то здесь совершил не то и ужасное. Да? И таким образом, ну, мужчина немножко расслабляется. Кстати, мужчины часто у меня в психотерапии задают вопрос. У меня много мужчин в психотерапии. Ну, зачем она мне бесконечно это говорит? Ну, почему она мне все время это цитирует? А я говорю, а вы говорили ей, что вам это не нравится? Нет. А почему? А я не знаю. И многие теряются. И потом у них даже, кстати, возникает ощущение, что, может, все исправите. Дай-ка я действительно скажу о том, что, ну, что-то мне не подходит. И я хотел бы это обсудить. То есть, как бы инициативу берет мужчина уже сам на себя. А если он взял инициативу, то женщине остается лишь вступать с ним в диалог. Вот. Ну, такая действительно, это серьезная тема. Нам надо поговорить. Она всегда вызывает стресс. И, скорее, вот пугает своей неизвестностью. Потому что у меня сразу вот какая-то ассоциация, говорят о том, что даже вот шпионы, когда они чувствуют, что они на грани провала, вот они испытывают облегчение после ареста. Потому что, ну, вот, ну, все, это закончилось. А вот этот момент, что ты не понимаешь, тебя уже вычислили, тебя уже, значит, вроде прижали к стенке. Но вот это вот, ну, чувство этой неизвестности, оно угнетает больше даже, чем самые вот, ну, плохие новости. Это действительно так. Ну, и сейчас я хочу перейти ко второй большой теме, которая, ну, настолько важна. Вообще, сегодняшняя наша передача, она будет сплошь из лайфхаков. Потому что вот если вы к этому прислушаетесь, милые барышни, у вас, ну, отпадет огромный пласт каких-то вот провокаций и возможных конфликтов. И вторая тема огромная, что для мужчины сравнение – это смерть. И поэтому первое и основное – вы никогда не должны разговаривать, прямо вот слово «должны» я здесь использую, не разговаривать со своим мужчиной о своих бывших возлюбленных. Причем как и в одну сторону, и в другую. Например, все женщины любопытны. Это действительно так. И женщинам очень важно узнать, потому что мы аналитичны, нам надо сравнить, да. А мужчина – все, он разлюбил одну и полюбил другую. У него гештальт тот закрыт. Это ты взываешь, и тебе любопытно. И ты думаешь, что узнав о каких-то его других женщинах, ты сможешь там соломку где-то подстелить. Забудьте это. Новая женщина, новая жизнь, новая история, новая энергия. Вот. Но, тем не менее, многие барышни из любопытства – а расскажи, расскажи. А что она делала так, а что она делала не так? И мужчина вынужден, то есть вы его заставляете рассуждать. И когда он начинает рассказывать о своих бывших, он что? Сравнивает. И когда он сравнивает, ваша самооценка очень даже может пойти вниз. Даже если он говорит, что были отрицательные какие-то отношения, у вас все равно самооценка пойдет вниз. То есть возникнет чувство ревности, возникнет чувство какого-то недоверия, обиды. Потому что в пространстве, пусть даже в речевом пространстве, вот в этом психологическом, появляется кто? Соперница. А для женщины все. Вторая женщина в пространстве – это ужаснее не бывает. Причем это вторая женщина. Может быть, мама. Может быть, дочка. То есть не обязательно он может рассказывать о каких-то своих возлюбленных. Даже эти истории могут привести к какому-то недопониманию и, возможно, даже к конфликтам. Поэтому нельзя говорить мужчине самой делать сравнение. Вот она, допустим, что-то там разведала, и потом думает, вот я сейчас как козырь буду это использовать. Ну, например. А вот твоя бывшая, посмотри, она там о тебе не заботилась, она тебя не кормила, она тебя не хвалила. Это сравнение всегда пойдет вам в минус. Точно так же нельзя рассказывать о своих возлюбленных. А девочки же, они болтливые. Им же нужно тут же все про себя рассказать. Особенно если эти отношения начинаются, например, в интернет-переписке. Уже все там про себя рассказала. И было у меня и такое, и такое. И подарили мне то-то, 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 то-то. И думать, что это этим самым свою вот значимость и ценность она увеличит. Нет, нет и нет. Как только у тебя появится сравнение, да, то есть твой мужчина будет чувствовать, что он не иденти, он не один. И поэтому ужасная фраза, которую используют женщины, ты лучший. И как только у него появляется ощущение, ага, я выиграл в этой истории, а завтра кто-то меня переиграет. То есть завтра я уже буду не лучшей. Слово лучший может использовать только мужчина по отношению к женщине. Женщинам всегда нужно сравнение. И любой женщине будет приятно слышать. Ты была у меня сегодня на вечеринке самая красивая. Ой, какая же ты умница, а твои подружки не очень. Вот для женщины это важно. Для мужчины категорически нет. Он должен понимать, что он единственный, он исключительный. Только он может, я не знаю, вот так сварить кофе или приготовить курицу, или сделать вам массаж. Только он один единственный способен на это. Никаких сравнений. Дальше, что нельзя еще сравнивать? Ни в коем случае нельзя сравнивать его подарки с подарками других каких-то мужчин. Например, ой, посмотри, вот Вася своей жене вот такую машину подарил. А ты мне вот с грехом пополам, значит, вот сэкономил на мне. И вот такую вот. И даже если вам не очень нравятся подарки ваших мужчин, значит, свое «я» куда поглубже убрали, и носим те самые туфли, которые вам не очень нравятся, и те телефоны, которые вам подарили. Нельзя совсем даже намекнуть, что, ну вот, может быть, что давай вместе в следующий раз выберем мне подарок. Инициативу мы моментально у мужчин убираем. Вы можете формировать их вкус, да, рассказывать, что вот мне вот это нравится. А где-то показывать в журнале, показывать в соцсетях, как бы мне хотелось, то-то, то-то, то-то. Вот, но даже у меня есть такая фраза, девочки, не бойтесь давать инструкции своим мужчинам, от этого вы только выиграете. Но только инструкции, а не прямые указания. Значит, иди туда, купи мне то, и так далее. А, как бы мне хотелось, как было бы здорово. Ты знаешь, сегодня ночью мне приснилось, что я еду в голубом Альфа и Ромео, цветы Тиффани, по лазурному берегу, рядом со мной ты, и мы слушаем Челентано. И все, и все, у него уже возник. В салоне вот там уже. А потом через какое-то время, ну это уже прям манипуляции какие-то здесь рассказывают, но на самом деле это жизнь. А вот ты знаешь, а я вот видела такое, ну понятное дело, что если у мужчины, ну совсем нет возможности, говоря ему каждый день о том, что я хочу вот это, вот это, вот это, вот это и никакое другое, может получиться так, что ты вообще ничего не получишь. А так, начни с этого, что он может. Потом следующее, и радуйся подарку. Самое главное, радуйся. И говори, ой, как мне нравится, ну вот этот вот телефончик. Как я давно мечтала об этом. Включайте иногда ту самую девочку, да, которая радуется подарком своих мужчин. Потому что только с девочками мужчины отыгрывают свои детские комплексы, которые они не отыграли с мамой. Им очень важно чувствовать себя вот такими взрослыми мужчинами. Хотя мы помним о том, что на 33% они божественные сыны. Вот, нельзя сравнивать фигуру мужчины с какими-то, я не знаю, животными. Ну, например, у мужчины не очень идеальная фигура. И девочки думают, что вот это ми-ми-ми-сю-сю-сю, оно сыграет им на руку. Ну, например, ой, какой у тебя милый животик, как у бегемотика. У мужчины моментально я полноват. Да, то есть никто не слышит этой мимимишности, а слышит только, что меня критикуют, что у меня там то-не-то, сё-не-то и так далее. Конечно же, ни в коем случае нельзя критиковать одежду мужчины. Потому что, ну, может быть, вот так получилось, что его так наряжала мама, он к этому привык. И, например, вот у мамы был не очень хороший вкус, ну, с вашей точки зрения. И тогда можно поиграть даже в такую игру. Прийти в какой-нибудь, я не знаю, большой супермаркет и сказать, ой, слушай, давай примерим. Так я хочу посмотреть, вот, причём можно даже завлекалочки какие-то. А я с тобой вместе зайду в примерочную, знаете, вот какая-то такая интимность, интрига и так далее. Ну, а вот если, например, у женщины вот есть костюм для выхода, и вот она хотела бы, чтобы мужчина соответствовал этому. Вот как намекнуть ему вот на эти все вещи? Да, смотри, я очень хочу, чтобы рядом со мной ты был. И вот здесь вот может сработать только одно единственное сравнение. Это сравнение по сходству. Я хочу, чтобы ты был рядом со мной. Вот я себе нафантазировала в таком тёмно-синем костюме и выглядел бы, как Джеймс Бонд. Вот такое сравнение работает. Или посмотри, я бы хотела видеть тебя в голубой рубашке, она так прекрасно оттеняет твои глаза, и они становятся там лазурными и так далее. Вот, я говорю, а поиграть, вот прийти, померить мужчина, когда сам увидит, ты можешь сказать, что нет, нет, вовсе не обязательно покупать. Давай, давай пойдём просто примерим. Я вот, например, можно даже так прикинуться дурочкой, вообще женщины должны часто прикидываться дурочками, в хорошем смысле слова. Ещё одна, кстати, фраза Мерлин Монро. Я не обижаюсь на то, когда меня называют дурочкой, потому что я знаю, что это не так. Поэтому иногда и сама себя можно назвать дурочкой, прикинуться и сказать, слушай, я вот никак не могу понять, какой твой стиль. Что-то у меня вот образное представление не работает, атрофировано. Ну, давай пойдём померяем. Я вот даже не могу понять, какая длина пиджака, например, тебе подходит, потому что. И когда ты пришёл, всё, вот мужчину, и он сам увидит эту картинку, и сколько угодно, в Инстаграме таких вот фотографий потом мужчины. Друзья, посмотрите, у меня новый образ, как вы там его оцените и так далее. То есть ты не напрямую, что ты выглядишь ужасно, ну-ка пошли быстро покупать тебе костюм. Нет, всё вот так немножко завуалировано и вот такие кружева плетём. И когда мужчину уже увидел, я даже, кстати, один раз должна была поехать на конференцию со своим приятелем, психотерапевтом. Он ужасно наряжался. И вот я как раз тоже, хотя это не мой мужчина, но вот мы с ним пошли поиграли. И ему так понравилось, как он выглядит. И он потратил определённую сумму денег. Потом долго я его не видела. Спустя там полтора года встречаю. Всё в той же одежде, которую мы ему выбрали. То есть не нашлось больше другой женщины, которая бы могла ему подсказать. Ещё очень важно, разговаривая с мужчиной, не критиковать себя. Потому что мужчина любит всё. Он любит тебя целиком. Как я уже говорила, худенькую, полненькую, высокую, маленькую, блондинку, брюнетку. И вдруг ты, женщина, аналитична, мы сразу видим в себе какие-то детали. Ты сама начинаешь акцентировать внимание. Ой, что-то я вот тут немножечко поправилась. Вот два лишних килограмма. Что-то у меня вот тут тянет платьишко или ещё что-то. Мужчина и не видел, но ты уже сакцентировала внимание. Или, ой, что-то у меня вот тут лишняя морщинка появилась. Нужно что-то с этим делать срочно. И у него мыслить, о, морщинки у неё появились. Так, вообще молодая ли она? То есть и пошла, пошла, пошла цепочка. Фантазия гулять. Конечно. Поэтому ни в коем случае. А можем ли мы вот подвесить на этом месте интригу? Потому что как раз я понимаю, что у нас… Давайте, на манипуляциях нельзя делать манипуляции. И вот, да. Вот мы ненадолго прервёмся, после чего вернёмся в студию и продолжим разговор, о чём нельзя говорить с мужчинами. Микс-ньюс. Продолжается программа «Секреты богачек». В нашей студии Ирина Богачек, психолог-психотерапевт. Телефоны в студии, я забыл сказать, в начале программы 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Кстати, я не поблагодарил ещё за книжку «Неврозы и невротики», которые вот Дмитриева и Богачек – это глубинная терапия с помощью ассоциативных карт. Я надеюсь, что, может быть, можно её будет приобрести и у нас в Латвии. И мы как раз-таки вот сегодня разбираем тему, о чём нельзя говорить с мужчинами. Мы остановились… На манипуляциях. На манипуляциях, да. На манипуляциях. Итак, ну, буквально немножко закончу свою предыдущую мысль. Всё-таки, когда можно сравнивать? Сравнивать и какие сравнения будут на руку? Например, я без тебя не смогу, как здорово это у тебя получается. Я, конечно, могу приготовить эту курочку, но мне так хочется, чтобы это сделал ты, потому что, ну, это вкуснее в миллион сто тысяч раз. Вот такие сравнения играют на руку. Ну, а что категорически нельзя делать – это использовать манипуляции. Например, я родила тебе ребёнка, и вот кому-то родила, ему или себе, то есть вот этот вопрос, да, очень часто женщины говорят, я родила тебе ребёнка, я там всю жизнь на тебя положила и так далее, а ты вот такой неблагодарный и тому подобное. Ужасная фраза «Моя мама говорила». Там появляются две женщины, которые, пусть даже одна фантом, да, то бишь мама, которые нападают на этого мужчину. И, конечно же, тема секса как еды очень часто используют её женщины в качестве наказания. Например, говорят, секса не будет, потому что там ты не заслужил или ты не оправдал мои ожидания и так далее. А по сути, что мы делаем? Мы отказываем мужчине в пище, как если бы вы не накормили своего сына 9-10 лет. Ну, окей, ладно, день можно не накормить. Ничего, поголодает, может быть, потом похудеет. Два, а дальше? А дальше он пойдёт и найдёт там, где его накормят. Или, может быть, какое-то время поалкоголизирует. То есть будет переживать эту тему, потому что, например, любит свою женщину. То есть не вариант. Да, не вариант вообще. Ну и третья огромная тема, которую бы я хотела осветить, это перетягивание одеяла «я сама». На самом деле, конечно же, мы говорим, что мужчины – большие дети – это метафора. И это всего лишь 33%. Это метафора. Всё же мы хотим взрослых и зрелых мужчин. И если мы хотим взрослых и зрелых мужчин со взрослыми и зрелыми поступками, категорически просто вот забыть, нельзя затрагивать темы, задевающие мужское самолюбие. Это успешность, финансы и секс. Поэтому ни в коем случае нельзя вспоминать неудачи мужчин. Ну, то есть, например, так могло быть, что вот случилась измена в этой семье или в этой паре. И потом женщины без конца вспоминают, что вот-вот-вот-вот-вот такое вот было. Или, например, вот совершенно недавно в терапии у меня был такой случай. Мужчина говорит, вот я там при друзьях… Ну, она так странно накрасилась, вот, и я ей сказала, что как-то ты некрасиво выглядишь, иди умойся. Она в слезы, она в истерику. До сих пор, говорит, уже, говорит, пять лет прошло, я уже извинялся. А она не может забыть, говорит, ты меня опозорил там перед всеми друзьями. Но уже и было, и было. Помните о том, что новый день, новая пища, да? И нельзя напоминать мужчине о неудачах в делах. Здесь мы можем говорить только… Помните, что я тоже уже заявляла? Ну что, ну так случилось, давай будем думать, что теперь мы можем сделать. Ну, например, там вложил мужчину деньги в какой-то проект, и они все прогорели. Ну что, ну, облажались, давай будем думать, что нам делать нужно. И, безусловно, тема, я говорю, финансов, успешности, секса. Если женщина это транслирует, у мужчины моментально падает самооценка, и ни в коем случае это никак не приведет к успеху, да, к улучшению ситуации. Многие говорят, ну я же специально ему указываю на эти недостатки, чтобы он, ну как-то… Подстегнуть его, да, 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 подстегнуть, мотивацию… Никогда ты этим не создашь мотивацию. Мотивация создается только успешностью и похвалой. И вот в данном случае я сейчас расскажу немножечко о том, как хвалить мужчин. Дело в том, что все мужчины разные. То есть универсальных историй для мужчин вот таких вот абсолютных, ну, в общем-то, нет. Вернее, есть вот часть из них, я уже, да, рассказала, но есть и еще такие индивидуальные особенности. Ну, на самом деле существует пять вариантов похвалы мужчин. Итак, первые мужчины, у которых базовой эмоцией является тревога или радость, да, вот для них очень важно признание, одобрение, чтобы на них обратили внимание. Ну, это чаще всего как раз недолюбленные, недооцененные мальчики, которые в итоге, чтобы доказать своим мамам, становятся известными личностями, политиками, там, социальными деятелями какими-то, да. И вот у него только одна тема. Все довольны, и ему очень важно, чтобы ему говорили, ты крутой. Ты вообще просто уровень бог. И категорически нельзя использовать, да, по отношению к таким мужчинам, такую отрицательную мотивацию, которая будет слушаться как оскорбление, типа, ну что, я думала, что ты какой-то особенный, выдающийся, а так в тебе, оказывается, на самом деле ничего нет. Ну, такой же, как все. Вторая категория мужчин – это те, у которых базовые эмоции. Это интерес, презрение, фу, то есть, я считаю, ниже своего достоинства, да, превосходство. Для этих людей важными темами похвалы является кайф-драйв-движуха. То есть, для того, чтобы чувствовать себя значимым, мужчине нужно говорить, с тобой жизнь не стоит на месте, с тобой я узнала столько всего нового и так далее. И оскорблением для такого мужчины является, мне скучно, ну, ничего нового ты мне не сказал. Или просто, например, сидеть там и зевать. Все, для этого человека – это убийство. Третий смысл жизни – это вот как раз характерный для бизнесменов, у которых базовой эмоцией является гнев, преодоление препятствий. То есть, я борюсь с властями, с недрами, с политическим строем и так далее. И там базовая эмоция – гнев и отвращение, и свой-чужой, полезный, бесполезный, либо ты со мной в команде, либо ты против меня. И вот здесь самая важная фраза, которую говорят женщины – я в тебя верю, ты все преодолеешь, ты со всем справишься. Ну, и оскорблением для такого мужчины, то есть прям глубинным оскорблением является, ну, ничего страшного, ну, не получилось, ну, как бы облажался, ну, не справился бывает. Или еще хуже, ну, ты не справился, а вот там Иван Иванович справился. И все. Четвертый смысл – это вот такие контролеры, финансисты, экономисты, которые все просчитывают, то есть у людей, у которых все по полочкам, да, это такие вот тревожные люди, или вот опять же тоже с базовой эмоцией отвращение, это такой регулируемый гнев. Орут некультурные люди, а я всего лишь говорю «фу». Вот для таких людей, да, если ваш мужчина такой, для них очень важна уверенность и контроль. И поэтому здесь похвалой будет что? Как замечательно ты все просчитал, как ты все выстроил. Тебе можно верить как самому себе. Ты вообще можно закрыть глаза и быть уверенным в том, что все будет идеально. И оскорблением для такого мужчины будет. Я думал, что тебе можно доверять, а ты, оказывается, и не все просчитал, и ошибки допустил, и ты не идеальный. А я-то думал, что ты все предусмотрел. И все, и мужчина моментально слетает вот в эту воронку неуспешности. Ну, и пятая категория мужчин – это всего лишь один из психотипов, у которых базовые эмоции спокойствия. Вот ему важно ощущение команды. Ты и я, мы одна команда, мы одно целое. И в данном случае здесь на минус невозможно повлиять на такого человека. Только одно, может быть, слово «а зато». Итак, милые барышни, послушав нашу сегодняшнюю передачу, проанализируйте, какой ваш мужчина. А вот как вы понимаете, какой действительно из этих пяти типов? Вот я очень четко расписала. Это прямо математическая схема. Включили нашу передачу. Ну, там же еще пишется текстовый формат передачи. И попытайтесь проанализировать, что цепляет вашего мужчину. Вот на что он, что называется, ведется. И тогда вы будете абсолютно четко понимать, как его похвалить. Или какие ваши фразы будут для него настолько оскорбительными, что это даже может привести к разрыву отношений. Что еще я хотела сказать? Фраза «ты же обещал». Вот эта вот фраза, она может быть истолкована в трех направлениях. Либо у тебя безответственное поведение. Ты вообще даже не собирался это делать. Либо ты забывчивый у тебя, что-то с памятью ты вечно забываешь. Или ты не способен был это сделать априори. Да я и не ждала этого. Я и знала, что ты никогда этого не сделаешь. И вот здесь вырабатывается условный рефлекс, опять же таки, неудачника. И поэтому никогда нельзя мужчине говорить. А помнишь, ты обещал? Или ты же обещал, почему ты не выполняешь свои обещания? И вот сейчас четкий лайфхак. Как нужно правильно говорить? А у нас получится? Скажи, пожалуйста, а у нас получится купить мне новую машину? А у нас получится съездить на Мальдивы? У нас. И таким образом степень ответственности распределяется на две персоны. И мы думаем, ну да, надо подумать. Может быть, для слушателей сразу мы как-то задаем высокую планку с машинами и с Мальдивами. Может быть, сейчас так все начинают дергаться. Хорошо, а мы сможем в воскресенье съездить к Мальдиве? Пусть так. Ну и, конечно же, мужчину нужно верить. Тоже вот Мерлин Монро, еще одну фразу. Я что-то с утра читала ее какие-то мемуары. Вот она говорила о том, что да, я всегда именно с тем мужчиной, в которого я верю. У нас звонок. Давайте, хорошо. Очень давно прозванивался человек. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я хотела немножко, может, опытом поделиться. Ага. Нельзя считать, что ты можешь переделать мужчину. Это никогда не получится. Конечно, это абсолютно верно. К нему надо приглядываться, прислушиваться, делать выводы. Вот у меня муж, например, от него в жизни не дождалось слова «извини». Ему можно было говорить, ты бы хоть извинился. Я обиделась, ушла на кухню, через какое-то время у меня казачьи не было. Он кричит, иди сюда, я картинку ношу, картинку. Или какой-то цветочек из проволоки сделал. И я уже понимала, что это его извинение. То есть именно присматриваться, прислушиваться. И потом еще, я поняла, что какие-то вещи ему надо преподносить так, чтобы он потом подумал, что это, оказывается, он придумал. Ой, вы большая умница. Как вас зовут? Лариса. Лариса, просто замечательно. Это, кстати, следующей моей мыслью должна была быть. Вы уже даже немножко меня опередили. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо вам. Да, тут Виталий, я смотрю. Он пишет СМС. А можно ли такую же схему для женщин, спрашивает он? Нельзя. У женщин как раз наоборот всегда работает сравнение. То есть обязательно нужно женщине, чтобы ее сравнили. И только тогда она поймет, что она в чем-то выдающаяся, лучшая, замечательная, умная и так далее. А для мужчин мы помним, что это смерть. И у женщины, в общем-то, тоже есть архетип девочки. Юнг называл его очень красиво, предвечная дева. Кто есть предвечная дева? Это сестра для того самого мужчины. И, кстати, на сегодняшний день пара, божественный сын и предвечная дева, то есть брат-сестра, это самая лучшая основа долгосрочных браков. Там немножко снижена интимность, но зато там совместные игры. Весь эпос пропитан этим. Все коллективно и бессознательно. Это сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Всегда женщина немножко постарше, да? И, соответственно, она периодически выдергивает это своего братца Иванушку из всяких разных ситуаций. Но преодолевают они все вместе. То они бегут от гуси и лебедей, то они прячутся в печке, то яблонька их прикрывает и так далее. То есть все вместе. И поэтому мы заработали какие-то миллионы. Ну, что называется, потратили не туда, да? Винить некого. Мы проиграли оба. Ну, что будем делать? Ну, давай, собираемся с силами и идем на новый виток. И когда нет обвинений, когда нет виноватых, да? Ну, смысл конфликтовать и расставаться. Да, хорошо. А еще тут спрашивают, любого ли человека можно переделать, Виталий. Спасибо большое, Виталий, за ваш вопрос. Переделать вообще никого нельзя. Люди не меняются. Уже в 9-10 лет паспортных абсолютно четко будет понятна возрастная фиксация человека и его базовые эмоции. Это может быть ребенок, это может быть подросток, это может быть юноша или взрослый. То есть иногда 90-летние дети бывают старше по психотипу, чем их родители. И говорят, ну что ж вы, родители-авантюристы такие, где ваша подушка безопасности, на что я буду кормить своих коней и так далее. А родители, вот они там какой-то новый бизнес, сложили деньги и все потеряли, например. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Мы говорим сегодня о том, что о чем нельзя говорить с мужчинами. Ваши, может быть, вопросы, ваши комментарии, ваш опыт жизненной ситуации. У нас еще есть просто буквально парочка минут. Ну и, кстати, действительно, насколько мы можем ли мужчин обманывать, если мы говорим о манипуляциях всевозможных? Ой, это вообще замечательнейшая тема. Обман или синдром Золушки. Я вообще предлагаю сделать это темой следующей нашей передачи, потому что это настолько глубокая и интересная тема. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Анатолий. Мне 81 лет. Я прожил в Латвии 60 лет. У меня жена скончалась 25 лет назад. Мы прожили в мире дружбы и любви. Я хочу вас спросить с высоты своего возраста. Мне кажется, что современный мир немножко, ну, как бы сказать, избавленный, извращенный. Раньше я боялся взять жену за руку, а сейчас первый же день ведут в постель, а потом ее спрашивают, а как мужчина? Я не знаю. Месяц проживет, она не знает. Вот эти браки. Друг. Раньше все было все-таки лучше. Свадьба, все. Сейчас на радио и телевидении больше идет агитация за эти меньшинства, так называют, и прочее. А браки, скоро браки, мне кажется, отменят уже. Ответи мне, пожалуйста. Анатолий, я благодарю вас за ваш вопрос. Вы знаете, у каждого человека своя психическая реальность. И да, действительно, мир меняется, эпоха меняется. Мы сейчас вообще стоим на смене вообще психологических парадигм. Ну, например, сейчас вообще уже инициатива за женщину, а не за мужчину. Но вот то, что касается традиций, я вот из Петербурга, я, знаете, такая классическая девочка с петербургскими традициями. Для меня брак – это просто основа всего. И я даже, у меня тема есть такая, гражданский брак. Я долго рассуждаю на эту тему. Кстати, тоже мы можем сделать, да, одну из наших передач. Я за то, что если мужчина в течение полугода, максимум года, не делает предложение своей женщине, значит, он репетирует. Значит, он ищет, что, возможно, найдется более лучшее, с которой он, в общем-то, и устроит потом свою жизнь. Ну, безусловно, там влияет и страх ответственности и так далее. Но вот это глобальные вещи. Я считаю, что если мужчина любит, первое, что он делает, он хочет закрепить за собой вот эту свою женщину, а закрепить как можно, повести под венец. Поэтому я в этом смысле, Анатолий, с вами абсолютно согласна. Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Олег, уважаемая госпожа Богачик, Виктор. Видите ли, в чем дело? Вам, конечно, хорошо известно одна из крайних песен Александра Маршала, Ярушки. Так вот, там есть такие звонки. А кроме жратвы есть долг, достоинство и честь. Так что все эти выкладки, поездка на Мальдивы, мы заработали миллионы, все это не для русских людей, что все нормально будет. Все будет нормально. Удачи вам. Благодарю вас. Ну, да, я понял, что здесь просто речь идет, может быть, ну а... Нет, я отвечу на этот вопрос. Спасибо большое, Виктор, за ваш вопрос. Дело в том, что, вы знаете, родители моего супруга, они вот придерживаются таких же взглядов, как вы. Вы знаете, они, ну, мама вообще была два раза за границей, да, а папа его, он как раз и говорит, что я настолько люблю свою Россию, и я никуда не хочу уезжать отсюда. Это, опять же-таки, выбор каждого человека. Вот у меня, например, с супругом высокая познавательная активность. И в данном случае, на тех же Мальдивах, когда мы приехали, я за час обошла весь остров, вы не представляете, какая у меня была, ну, я бы даже сказала, истерика, потому что я понимала, что королевства маловато, что я хочу еще куда-то ехать, плыть, смотреть и так далее. И это вовсе не о пафосе, что мы можем что-то себе позволить и не позволить. У каждого выбор свой, его духовная составляющая, внутренняя, и он сам для себя это определяет. В любом случае, спасибо за вопрос. Еще один, ну, тут, я не знаю, это вопрос или рассуждение, что в 17-м году Калантай и Ленин рассуждали о свободе нравов. Ну, имеется в виду, наверное, это пресловутый стакан, о стакане воды, который, значит, с которого каждый может пить, захватывая в этом губами. И вот это сравнение Калантая очень не понравилось Ленину. Ну, вот как бы Ленин выступал более консервативно, говорил Калантай более, ну, что вот можно вступать в отношения просто ради удовольствия, без обязательств. Ну, я скажу следующее. Дело в том, что у каждого человека должны быть свои собственные границы. И когда у тебя есть твои собственные границы, ты становишься идентичным, ты целостный. Чем больше людей будут посягать на твои границы, в данном случае становиться, например, твоими сексуальными партнерами, потому что каждый раз это энергетическая связь, не только телесная, тем больше будет нарушаться твоя идентичность. Какое-то время ты будешь адаптироваться, да, что называется, съедать это. Через какое-то время у тебя уже не будет хватать сил на это. Поэтому вопрос вот о такой дозволенности тоже каждый выбирает для себя сам. Мне кажется, что это не совсем приемлемо и хорошо с точки зрения здоровья даже, и психологического, и физического. Еще один звонок. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Валерий. Я хотел вас спросить, как вам кажется, в каком ключе должна быть, не знаю, государственная политика относиться к отношению брака, ну, особенно вот бракоразводные ситуации, дети. Сегодня они стоят все на стороне матери чаще всего. Насколько вообще государство должно способствовать поддержке одиноких родителей? Ну, то есть, мне кажется, что эта политика, особенно в Западной Европе, сегодня несколько мотивирует к расторжению браков. Я не очень уверен, что это правильно. А каково ваше мнение, как вы думаете, политика, политика, скажите об этом? Благодарю вас за вопрос. Действительно, политика государства, она влияет на наши умы. На самом деле, заразиться можно чем угодно. Даже если это не материальные вещи, а психологические. Вот, например, глупостью точно так же можно заразиться. И если все-таки основным институтом, одним из основных институтов, потому что я тоже не умоляю, другие институты являются власть, то мне кажется, что было бы хорошо и желательно, но это мои пожелания, да, моей психической реальности, поддерживать браки, давать какую-то финансовую подушку вот этой молодой семье, чтобы они, ну, могли вот почувствовать себя новым союзом, да, который бы не думал о хлебе насущном прямо вот глобально. И мог бы каждый притворять в силу свои какие-то таланты, творчество, работать. Сейчас вот женщина, которая сидит только дома с детьми, она немножко, ну, как бы не востребована. Сейчас каждая женщина тоже хочет что-то из себя представлять. Поэтому я считаю, что с точки зрения брака государство должно поддерживать молодые семьи, да и не молодые, вообще все семьи. Вот, например, опять же-таки, родители моего супруга 50 лет сейчас отметили свадьбу золотую, а я со своим супругом две недели назад, серебряную, вот им-то дали 10 тысяч рублей премию, а вот нам, я считаю, что 25 лет это тоже очень приличный срок. Ничего нам не дало государство, а хотелось бы какой-то маленький такой вот бонус, но за то, что вот все-таки мы поддерживаем эту идею, идею брака. То, что касается разводов, здесь действительно сейчас смена парадигмы. Не всегда сейчас суды и бракоразводные истории на стороне женщины. Дело в том, что какое угодно количество женщин сейчас не хотят заниматься воспитанием детей и, возможно, даже отказываются. И поэтому, если мужчина берет на себя такие функции, то, конечно же, его нужно материально поддержать. У нас, к сожалению, заканчивается время, есть еще звонки, просто я хочу спросить, где можно еще задать вопросы, встретиться, может быть? Да, 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 огромное спасибо. Итак, регулярные мои программы вот на радио Балткома, Советы Богачек, и я приезжаю сюда всегда на 4-5 дней и веду частные консультации психотерапевтические. А сейчас в Москве, например, 26 августа в высшей австрийской школе этикета, преподавателем которой является, будет двухдневный мой психологический интенсив, который будет называться «Мужчины. Новые правила». Я буду рассказывать все о мужчинах, давать тестовые методики и просто объяснять, как выстроить гармоничные отношения с теми самыми божественными сынами, когда мы хотим, чтобы они стали взрослыми и зрелыми мужчинами. Спасибо вам большое. Ирина Богачева была сегодня в студии. До новых встреч.